О, ура! Привет! Привет! У нас всё получилось! Да, привет! Как дела? Отлично! Как там Куба наша любимая? Отлично, только очень жарко. Очень жарко? У вас уже там влажный сезон начался какой-то, да? Да, да, да. Так, хорошо, я тебя представлю. Патриция, несмотря на свой юный возраст, очень профессиональный гид по Гаване. Я когда была в Гаване, меня просто поразила эта девочка, которая может остановиться у каждой буквально двери и рассказать про эту дверь целую историю. Вот, я так понимаю, что ты гид ещё и во втором поколении, уже у тебя мамочка, да, работает как раз тоже гидом профессионально. Ну, она знались, она тоже верь. Да, и сегодня Патриция нам расскажет про Кубу и про жителей Кубы. Ну что, давай потихонечку к вопросам с тобой. Давай. Первый вопрос у меня будет, конечно же, про социализм. Назад в СССР, так сказать. В чём проявляется социализм сейчас на Кубе? Какие остались особенности, может быть, запреты на что-то, продукты по талончикам? Так, связь, связь. Вот так вот, подключи. Да. Ты гидридский на интернет, а он и не работает у нас. Да. Настоящий социализм, ну рассказывай нам, что ещё? Ну вот, ну да, у нас интернетом не очень здесь на Кубе. Во-первых, у нас очень дорогой интернет. У нас в этих мобильных данных нету безлимитного. Он у нас ограничен и очень дорогой. Например, самый дешёвый вариант стоит 5 евро, то есть 5 куков, но, чтобы вы понимали, это как 5 евро. Это 800 мегавайи, 400 для 3G и 400 для 4G. И самый дорогой пакет, это стоит 45 куков, это где-то 45 евро за 10 гигавайи. То есть это очень-очень мало. И это, да, это у нас мобильные данные такие. Поэтому я тебе говорила, что мне надо купить карточку Wi-Fi. Несмотря на то, что у меня есть Wi-Fi дома, надо карточку купить. Они стоят 1 куб, 1 час. То есть 1 евро, 1 час. Да, это очень сложно. Так, ну помимо плохого интернета, что у нас ещё есть? Ну, у нас самое главное, чем отличается Куб от других стран, которые не социалистические, это наши программы социалистические. То есть бесплатная медицина и бесплатное образование для всех кубинцев. Несмотря на то, что если человек бедный, богатый, несмотря на это, все получают одно и то же образование, одно и то же медицина. Это, то есть в целом, заключается наш социализм в этом. И что помимо того, что это всё бесплатно, это очень качественно. То есть медицина на Кубе считается на самых лучших в мире. Даже сейчас из-за коронавируса мы отправляли, не помню сколько, но много врачей в Италии, в других странах мира, чтобы бороться против коронавируса. И постоянно мы отправляем наши бригады врачей в других странах, особенно в Латинской Америке и в Африке. Плюс ещё у нас есть латиноамериканская школа медицины, где учатся очень многие иностранцы как раз здесь, потому что здесь получают очень хорошее образование как раз в сфере медицины. И очень многие туристы тоже ездят сюда лечиться. Это не бесплатно для туристов, но всё равно дешевле, чем в других странах. Да, да. Скажи, пожалуйста, есть... Мне рассказывали информацию такую, что бесплатные классические операции для женщин даже делают. Это правда? Да. У нас, когда вышла новая конституция в прошлом году, в феврале, хотели внести закон, что это было платно, потому что всё-таки это не входит в составе болезней и так далее, это просто астетика. Но пока ещё не решили, и пока что всё это тоже бесплатно. То есть люди могут уменьшить грудь, женщины, руки, нос сделать, живот уменьшить. Но увеличить грудь, например, надо купить вот это, то есть то, что надо. И в фонтанке купить операция будет бесплатно, да? А операция будет бесплатно, да. Офигеть. Я не знаю, если... Да, кстати, извините, а перебью. У нас вот кубинец, один из гидов возрастной, он сказал, вот у меня женщина, моя жена пошла себе на день рождения, сделала подарок. Абсолютно бесплатно сделала себе операцию на грудь. Ей там уже за 50, она вот сходила себе, сделала. Так что вот это интересно. Скажи, пожалуйста, а ты говоришь, образование тоже достаточно хорошее у вас, да? Да, у нас институт Гаваны входит в составе 20 лучших институтов Латинской Америки. Список в мире не входит пока что, там, 20 лучших, но, по крайней мере, в Латиномериканской полушарии входит. И у нас есть еще тоже очень многие карьеры, включая тоже карьеры медицины, которые в других странах титул, то есть профессия, например, врача или другие профессии, там не надо сдавать экзамены, просто я, возможно, работаю и все. Потому что знаю, что здесь на Кубе очень хорошее образование. И тоже бесплатно. А правда или нет, что на Кубе настолько хорошая медицина, что вы даже изобрели лекарство от рака легких? Да, у нас, ну, это от рака легких, да, на первой стадии, ну, лечения от рака легких. И у нас еще придумали, то есть, как можно жить с ВИЧом и не передать, если это женщина, например, она может забеременеть и не передавать это младенцу. Это еще придумали очень-очень давно. И, то есть, против рака легких есть, против других видов рака много чего-то. И тоже все это бесплатно для кубинцев. Ну, видимо, у вас кубинцы же настолько любят курить, что первое, что они сделали, это чтобы курить безопасно. То есть, покурил, заболел и сам же себя вылечил, да, Лиза? Да, очень люди курить и пить, но при этом у нас люди здесь очень долго живут. У нас в среднем, конечно, жизни где-то 80-85 лет. Для женщин, для мужчин 75 примерно. То есть, довольно долго живут. Ну, это, конечно, из-за хорошей медицины, да? Да, из-за климата тоже. Да, и мало стресса. Конечно, что большинство медиков как раз-таки получили образование в СССР в свое время, а сейчас они передают это вот новому молодому поколению. Да, раньше, когда еще СССР, особенно в 70-х, 80-х, очень многие кубинцы учились там в России, очень многие. И, конечно, после распада Советского Союза все это прекратилось, и уже не так. Но до сих пор есть программа, например, Россия отдает каждый год 100, по-моему, бюджетных мест для Кубы, чтобы 100 кубинцев могли там учиться каждый год. И там магистратуру, и профессию, и так далее. Но в плане медицины не знаю. Мне кажется, в основном они учатся все, что связано там с военной техникой, и так далее. Русский язык тоже. Продукты по талончикам? Правда? Да. У нас до сих пор, как раз сейчас с кризисом коронавируса, нам хотели внести в эти талончики там мыло, зубная паста и так далее, потому что не хватает. У нас очень мало продуктов, так как у нас до сих пор есть блокада, финансово-экономическая блокада заключается в том, что американцы еще ставили в 60-х годах, и мы не можем покупать вещи обычно в Америке. Это же все-таки рядом, близко, и не надо много тратить на, вы понимаете, надо покупать вещи в Китае, там, в России, далеко-далеко, и не хватает просто продуктов, и сейчас тем более не хватает, и поэтому многие вещи остались в талончиках, чтобы всем хватало одно и то же. например, курица, но все это не бесплатно, то есть все-таки это стоит, но очень мало денег, в месяц за все эти продукты можно будет платить где-то, ну, 5 евро, там включена курица, яйца, на каждую члену семьи, молоко. То есть вы покупаете вот эти талончики задешево, а потом по этим талончикам вы покупаете продукты, получается, да? Да, то есть эти талончики мы, все местные, и ведь наши жители получают это с рождения, и каждый месяц, когда человек идет в эти типичные магазинчики по талончикам, он выдает талончик и отдает за это буквально копейки, то есть там полкило риса на человека, полкило риса, яйца, рыба, курица и так далее, и так далее, и так далее, и это будет стоить на все члены семьи где-то 5 евро. То есть есть на Кубе, правда, не каждый может себе позволить там говядину, рыбу и так далее, но, по крайней мере, от голода никто не умирает, у всех есть эти талончики. Хотели еще убрать их, потому что многие жаловались, почему богатые получают одно и то же, что и там и бедные, но сказали, что нельзя, потому что мы все-таки социалистическая страна, и все должны получить одно и то же от государства, помимо того, что у кого-то больше денег, у кого-то меньше. И в Министерстве внутренней торговли сказали, что есть вариант оставить талончики только для пожилых людей, для детей и для инвалидов, например, и так далее, и все, но люди жалуются, люди не хотят. Потому что вы сейчас на выходе, мне кажется, из социализма, да, уже находитесь, и у вас все равно есть расслоение. У вас, мы еще об этом поговорим, что у вас очень много вещей, которые, в принципе, там, например, в СССР этого не было, и поэтому у вас уже сейчас такое деление общества, и поэтому эти талончики, они немножко уже для вашей страны даже пережиток, может быть, какой-то прошлого. Скажи, пожалуйста, о жилье на Кубе. Какие программы по жилью есть, и насколько, вот когда я была в Кубе, рассказывали, что тоже есть какая-то минимальная рента, которую ты платишь ежемесячно, и через сколько-то лет эта квартира становится твоей. Это же тоже специалистическая программа, да? Да, но в основном это те люди, то есть получают люди, которые госслужащими являются. Например, если человек работает там в министерстве, работает там врачом и так далее, он может купить государству дом. Например, государство продает дом или квартиру. Если, например, частный человек будет продавать ее квартиру за 40 тысяч евро, государство продает за 20 тысяч. То есть в два раза дешевле. И вот у тебя есть время платить это ежемесячно, может быть, всю жизнь. Даже твои дети и внуки потом будут это платить. Но все, у тебя будет дом. Когда-то будет дом. Плюс еще есть другие программы. Самое главное, например, военным, врачам и так далее, им выдаются совсем бесплатно, то есть некоторым, совсем бесплатно дома. Так как зарплата не очень высокая, в среднем уже зарплата на Кубе выросла. Но в среднем где-то 50, 60, даже 80 евро в месяц. Это в среднем. Бывают, конечно, больше, бывают, конечно, меньше. Но так как все-таки это очень низкая зарплата, и никто не может просто купить себе дом благодаря зарплате, поэтому многим выдаются все это бесплатно. Плюс еще есть другая программа. Так как у нас, я знаю, что Куба, остров, находится рядом с Атлантическим океаном, и постоянно у нас сезон ураганов, когда у нас бывают ураганы. Например, недавно между торнадом и ураганом было здесь на Кубе, в одной из провинций, и там снесло крыши, по-моему, 14 семьи остались без крыши. И сразу президент сказал, что надо им строить там дом. Потому что они же не могут остаться без дома. И совсем это бесплатно делают. Вот помогают. Либо дают материалы, либо дают субсидиум, то есть деньги. То есть дарят просто деньги, чтобы человек мог реставрировать свой дом. Либо строить дом для семьи. Хорошо. А если ты не госслужащий, если ты не попала в какую-то ситуацию, обычные жители все-таки покупают за свой счет жилье? Да. Это же практически нереально с такой маленькой зарплатой? Нет, здесь те, которые получали дом или квартиру еще во время капитализма на Кубе. Когда у нас был капиталист до революции, до 59-го года, в основном были очень богатые семьи, которые сдавали в аренду свои квартиры, например. После революции все это было просто запрещено. И те люди, которые жили в арендах, они получили документы этой квартиры или дома, и все, этот дом или квартира стал для этого человека частным. То есть тот человек, который арендовал, потерял этот дом или квартиру. То есть уже многие дома и квартиры, они с поколения в поколение переходят к человеку, но все-таки многие могут купить, потому что у нас не все работают госслужащими. Могу сказать, что это уже очевидно, есть очень богатые кубинцы, и это видно. Особенно те, которые имеют свой бизнес, конечно, либо те, которые живут за границей, в основном в США, и покупают здесь дом. Обычно, если купить у частного человека, это будет стоить в среднем, зависит от района, конечно. Но, например, в центре квартира может стоить 100 тысяч евро, например. Дом может стоить чуть больше, 125-150 тысяч евро. Это очень большие деньги, но есть те, которые, конечно, есть эти деньги. Вот ты уже об этом сказала. То есть как возможен при социализме бизнес? То есть у нас вообще после развала Советского Союза только тогда бизнес-то в стране и появился, можно сказать. Как у вас это возможно? У вас какие-то постоянно законопроекты новые принимаются, которые немножечко расширяют границы этого социализма, и вы выходите потихонечку на какую-то новую ступень уже? Да, у нас после... Когда был Советский Союз, наш Фидель Кастро и многие, они хотели просто сделать все, как в Советском Союзе. Многие понимали, что нельзя, так как у вас страна совсем другая, менталитет другой, и Куа вообще разная. И когда был распад, который, конечно, никто не мог подумать, что в 1991 году будет распад Советского Союза, многие боялись, а что теперь? Все, Куба не будет социалистическая страна, но Фидель Кастро и его брат Рауль Кастро, который был на то время министром обороны, сказали, что надо что-то сделать для поднятия уровень экономики. Все равно, даже если мы бы не были социалистическими, у нас нет ресурса просто, у нас нет нефти, нет газа, нет ничего. Мы живем сейчас за счет туризма в основном. И поэтому в середине 90-х годах Фидель и Рауль, они решили немножко расширить эти границы, открыть двери для туризма, для бизнеса частной и для иностранной инвестиции. Например, многие отели, большинство отелей на Кубе, они имеют 49% иностранных инвестиций и 51% в государствах Кубинское. То есть не полностью государственные. И многие фирмы тоже. За счет этого, конечно, могу сказать, что уже примерно 7 лет на Кубе лучше живется. За счет частных бизнесов. Только в прошлом году это стало легально, именно частный бизнес. Потому что у нас до этого конституция была 76-го года, где, конечно, все это не предосматривается. Но уже в прошлом году, когда написали новую, уже легально по конституции можно иметь частный бизнес. Только один частный бизнес. Но многие делают, как в других странах, всегда из коррупции. И многие, например, ставят ресторан на имя мамы, квартиру в аренду на имя дочки, и бар на имя папы и так далее. И имеют там очень много бизнеса. Но это нормально. Поперед царь, скажи, пожалуйста, то есть весь бизнес практически сосредоточен в сфере туризма, да? Да. Который есть. Сферность туризма. Подскажи, пожалуйста, уровень жизни кубинцев, сильно ли он отличается, городской уровень жизни от деревни? Да, как и везде. То есть в городе живется лучше. Намного. В Гаване, так как это столица, все хотят здесь жить. Поэтому, несмотря на то, что это самый маленький город на Кубе, самый населенный, имеет 3 миллиона людей. Официально. То есть неофициально, может быть, даже 4 миллиона. Все хотят здесь жить, потому что здесь зарплаты, конечно, больше. Здесь больше возможностей из-за туризма открыть там бизнес. И так как есть конкуренция, но все-таки не такая большая, не такая огромная, как, например, в России, как, например, в Европе у нас. Так как это все новое, у нас все-таки, если кто-то кроет бизнес, может быть успешен. Поэтому многие стараются переехать сюда, в Гавану, потому что здесь все-таки лучше. Слушай, ну вообще сейчас Куба развивается в плане туризма не только Гавана. Мы же приезжаем как туристы, большинство туристов приезжает в Вородеро. В Вородеро, да. Очень многие приезжают в Ольгин, сейчас новое направление открыли. Кая-Кока, Кая-Ларго, вот эти острова, да. То есть, в принципе, те жители, которые живут там, они тоже имеют возможность как-то, ну, за счет туристического бизнеса развиваться. И иностранцы, не наши российские туристы, а вообще, в принципе, иностранцы Сантьяго-де-Куба очень любят. И я бы очень хотела побывать вот в той части Кубы, которая у вас на юге находится. Кстати, вот насчет этого. Скажи, пожалуйста, у вас по всей Кубе идет железная дорога, протяженная на весь остров. Но, насколько я знаю, она не сильно пользуется популярностью, и сами кубинцы-то как бы не ездят, да, по этой железной дороге. Почему, с чем это связано? Это дорого или нет необходимости? Ну, в 90-х годах, когда был распад Советского Союза, экономики, было очень сложно здесь на Кубе. Железнодорожная система очень испортилась, могу так сказать. Сейчас как раз Россия помогает справить все это, но стало небезопасно. Поэтому люди вообще не использовали это. И даже могу сказать, что, чтобы ехать с провинции в другую провинцию, например, с Гаваны, с Сантьяго-де-Куба, просто по дороге очень-очень долго. Примерно 16 часов. Очень долго. Поэтому люди предпочитают просто ехать лететь самолетом. Примерно это 2 часа, 2 с половиной. Хотя тоже самолеты здесь не очень безопасные. Именно кубинские самолеты. Тоже не очень советую. Почему? Случают теореты в тропы? Да. Обалдеть. Да. Потому что они не в хорошем состоянии. Поэтому, несмотря на то, что долго, я больше советую автобусы. Автобусы, да? Скажи, пожалуйста, вот тоже еще одна очень интересная особенность. Вот у нас, например, в Советском Союзе были закрыты границы, и нам нельзя было выезжать ни в какие другие страны. То есть обычному жителю, если ты там не дипломатия, если ты там не в командировку, то у нас границы были закрыты. Это было что-то такое вообще под запретом за границей. Насколько я знаю, у вас кубинцам не запрещено вылетать куда-то. И ваши состоятельные кубинцы, куда они путешествуют, если путешествуют? И если они отдыхают внутри страны, то какие курорты они предпочитают? Ну, за границей большинство путешествуют в Америке. Все знают, что в Америке живет больше миллиона кубинцев, сосредоточены в основном в Майами. Даже есть место, которое называется Старая Гавана в Майами. Там все говорят по-испански. Все знают, что там одни кубинцы. И так как там есть родственники, чуть ли не у каждого кубинца там есть родственник в Америке. Все летают туда. Да. И очень тоже много-много кубинцев в Испании. Так как нам можно получить гражданство испанское. Это не очень быстрый процесс, но все-таки можно получить гражданство, поэтому многие занимаются этим и уезжают в Испанию. Отдыхают или просто там работают. В основном Европа и Америка. В основном. А внутри Кубы состоятельные люди больше предпочитают Вородеро, Кайо Коко, Кайо Ларго. То есть где пляжный курорт. Хотя Вородеро, ты по-моему сама была там в Вородеро. И там сам город не очень впечатляет, если сравнивать с Гаваной. То есть там нету... Ну, конечно, это 9-10. Да. Это как поселок. то есть там нету клуба нормальные, повеселиться негде. Но пляж, конечно, шикарный. Самый лучший пляж на Кубе считается Вородеро. Я один из самых лучших в Латинской Америке. Поэтому многие предпочитают там отдыхать Вородеро, Кайо. Правда, что кубинцы предпочитают, в отличие от нас, мы русские в основном зимой ездим, а кубинцы в основном отдыхают летом на этих же курортах, да, где мы? Да. Несмотря на то, что очень жарко, но зато это типа наши каникулы. Начинается там в июле и до августа. Хотя очень жарко. Я, если вы не привыкли к жаре, я не советую вам приехать летом. Влажность высокая, поэтому жарко кажется. Хотя я просто подправляла летом, и они остались довольны. Море шикарное, тепленькое. Мы настолько здесь все замерзли, что нас зараза как раз вообще хорошо. Да. Что зашет Испании? Почему такие большие толпы и очереди как раз за Испанию? Мы когда были в Гаване на твоей экскурсии, мы видели прям очередь в испанском посольстве. Ты сказала, что это еще небольшая очередь, то есть бывает еще больше. Почему так все хотят, почему так все рвутся в Испанию? Ну, в Испании, то есть если быть гражданином Испании, можно без визы, конечно, путешествовать по Евросоюз в Америку, без визы, то есть легче намного на самом деле. Кубинцы, так как мы являлись четыре века колонией Испании, то есть у нас есть предки испанцы, у меня самой прадедушка, прадедушка, да, прадедушка, то есть дедушка-мама, ну да, он испанец, и мама тоже может получить гражданство, то есть многие могут получить, и тем более там наш язык. Многие не предпочитают, там Германия, потому что немецкий очень сложный, или Франция, предпочитают именно Испанию, потому что мы очень похожи на испанцы по культуре, по менталитету, язык, конечно, и все хотят в Испанию. Даже многие предпочитают Испанию, чем Америка, но в Америке легче зарабатывать деньги. Многие делают так, уезжают в Америку, зарабатывают там деньги, потом эмигрируют в Испанию, потому что в Испании все знают, что там немножко проблемы с работой найти, что там зарплаты не такие высокие, как в Америке, так далее. А почему? Так а почему? У вас же прекрасная ваша клуба, Гавана, замечательный климат, по сути, тоже море, колониальная архитектура, по сути, есть то же самое, но почему Испания? Почему все-таки? То есть все-таки социализм давит и хотят люди лучшей жизни? Ну да, вот раньше, когда был большой поток иммигрантов, после революции нашей, все мигрировали, потому что были недовольны с социализмом. Но сейчас многие, те, которые мигрируют, не потому что они любят Кубу, наоборот, очень любят Кубу, но проблемы в плане экономики. И есть те, которые уже достигли какой-то уровень, живут хорошо, потому что такие случаи я видела, то есть есть бизнес, живут хорошо, но все, хотят еще больше, побольше немножко, и здесь просто никак. Например, я сама хочу открыть бизнес, но зарплаты, которые я получаю, плюс еще я, я еще студент, я не могу открыть просто так бизнес. Мне нужен большой капитал, и на Кубе получить большой капитал просто так, это очень-очень сложно. В кредит нельзя в банке для открытия бизнеса, поэтому это дико сложно. и много... не дают под бизнес, да? Нет, нет, кредит, ну это если человек хочет там, опять же, купить дом или что-то, дают, но не все, а просто так, чтобы открыть бизнес, не дают. Скажи, пожалуйста, правда ли, что старшее поколение, вот там, лет 50, там, да, допустим, за 50, они очень с уважением относятся к Советскому Союзу, а молодежь вся, конечно, молится на США, правда это или нет? Да, у нас, то есть, несмотря на то, что сейчас очень много там молодежи езжают в Россию учиться, и уже не так, как раньше, которые вот буквально 10 лет назад уже никто практически с молодежи не говорил по-русски, и сейчас есть новое поколение, которое говорит, но все-таки я, потому что училась в России, но, например, мои друзья, они вообще не знают, они помнят там Советский Союз, но про это вообще никто не говорит, они больше, так как Америка ближе нам, ну, как-то смотрят на Америку получше, могу так сказать, несмотря на то, что, опять же, больше любят, не знаю, там Путина, чем Трампа, потому что Трамп очень много чего плохого делают для Кубы, да, всегда тема политика, но... Но переехать хотят в Америку почему-то, да? да, несмотря на то, что не согласны с Трампом многие, я поэтому говорю, уже не мигрируют из-за политики, а мигрируют как раз из-за экономики, хотя экономика и политика совместное дело, но просто люди хотят жить немножко лучше. Даже там в Америке, когда Трамп говорил там какие-то вещи про Кубу, буквально сейчас посольство Кубы там в Вашингтоне какой-то там человек начал там стрелять в посольство. Все кубинцы, те, которые жили там, были в шоке. И они даже хотели строить там ну парады или митинги, несмотря на коронавирус против этого. Типа, что это такое? Это, типа, наша Куба, что вы делаете? И несмотря на запреты США, несмотря на санкции, все равно рутся туда все переехать. Понятно. Давай немножко поговорим про быт. Скажи, пожалуйста, правда ли, что большинство кубинских домов не имеют стекол, окон? Да, сейчас я объясню эту тему. Я помню, ты мне спросила, когда была здесь, на Кубе. Просто, во-первых, климат, конечно. У нас, так как Куба была колония Испании, если ехать в Испанию, особенно в те южные города, где очень жарко, там у них в основном материалы, которые они использовали для построения домов и окна и так далее, это дерево. В основном дерево. Вот в старой Гаване почти все окна и двери, они все деревянные. Это чисто архитектура испанское. Это раз. Два. Здесь очень жарко, то есть имеет стекла и так далее, это довольно не очень, здесь больше любят дерево. Плюс еще ураганы. Я помню, тебе рассказывала про ураганы, что у нас сезон ураганов начинается с юня по ноябрь, то есть практически все эти месяцы у нас есть большой процент, что будет ураган. И иметь стекла это не очень безопасно, то есть каждый год менять стекла это очень дорого, потому что, например, где-то квадратный метр стоит где-то 50 евро примерно, то есть не дешево и менять это каждый год это практически очень дорого. Поняла тебя. Скажи, пожалуйста, нет ли, правда ли, что нет центральной подачи горячей воды на Кубе? Да, у нас нету. Висло немножко? Отвечайте. Просто кто-то звонил. Да, все. У нас просто так Куба, это у нас постоянно жара, это летняя страна, у нас очень мало мест, когда холодно, хотя бывает очень холодно, но все равно, то есть горячая вода не принципиально на Кубе. У многих есть, конечно, но это типа не принципиально, поэтому не ставится центрально. Интересно. Правда ли, что кубинцы очень сильно любят дождь и стараются в дождливую погоду даже не выходить из дома? Ну, просто, когда у нас дождь, это довольно сильно, и гроза, и так далее, поэтому не стараются, и когда ураганы, тем более, потому что ветра очень сильные, но когда просто, например, майские дожды, когда еще не сильно ветрено, у нас, особенно дети очень любят купаться под дождем, потому что считается, что первые майские дожди это типа удача в жизни, поэтому все дети стараются купаться, взрослые уже нет, но дети, да. Плюс еще у нас есть те люди, которые входят в религии сантерии, я помню, я тебе рассказала тоже про эту религию, которая, кубинская религия африканского происхождения, тоже потом про это расскажу, и они не могут оказаться под дождем, просто из-за религии нельзя, нельзя купаться там на пляже. Это как раз наверное про них. Вот скажи, пожалуйста, ну да, давай дальше по особенностям еще, на кубинском телевидении нет рекламы, да, правда это? У нас нет рекламы коммерческой, у нас реклама в основном, как сказать, ну, там «Мой руки», например, сейчас такие рекламы, социалистические, «Мой руки» или рекламируют какие-то там программы, проекты, или какие-то фестивали, или рекламируют, не знаю, там новую программу по телевидению, а так просто как ваши рекламы коммерческие, типа купи там этот стул, или вот новый телефон и так далее, этого нету. Ну, это социализм, да, опять же? Да. Понятно. А какой спорт любят кубинцы смотреть или играть? Смотреть и играть бейсбол. Бейсбол – это наш национальный спорт. Это у нас осталось еще от американцев, когда Куба еще была капиталистическая страна, первая половина 20-го века, и, конечно, Америка нам передала именно в спорте вот эта любовь к бейсболу. Плюс еще, конечно, джаз и все это, которое предалось нам от Америки. Но бейсбол, да, здесь все любят бейсбол, играть, смотреть. Конечно, сейчас молодежь немножко больше любит играть в футбол. Это все-таки глобализация, понимаете, и все, здесь очень многие болеют за особенно испанские команды, Реаль Мадрид, Барселона, типа, что они крутые, у нас просто нету своей команды. Есть, но она очень плохая, наша команда футбола. Хорошая у нас команда бейсбола, но футбола нет, поэтому все смотрят именно испанская лига футбола. Так, и следующий вопрос. Кубинцы очень любят собак, не любят кошек, правда или нет? Ну, есть такое, конечно, там зависит от человека, но так как все знают, что кошки, они еду, крадить, поэтому не очень любят, чтобы они еду крали, поэтому больше любят собак. Ну, собаки более дружелюбные, но это опять же зависит от человека, я и то, и то люблю. И еще интересная особенность у вас в Гаване, у всех бездомных собачек какие-то специальные таблички, у них у всех есть имена, да? Да, есть еще Владимир, помню, собака по имени Владимир. Да, я делала в Сторице, и государство таким образом, для чего это делается, для чего эти таблички, чтобы что? Ну, это не у всех собак, конечно, но так как мы гуляли по историческому центру города, который, этот центр входит в Всемирный Патримонию ЮНЕСКО, и наш историк города, Усебио Леаль, Спенглер, тот, который отвечает за реставрацию города, и так далее, решил защитить всех животных, которые там живут в центре Гаваны, и кошки, помню, там была тюка, которая кормила всех котов, и собаки, которые ходят с табличкой, чтобы там не били их, и не убывали, и просто так не брали. Они живут там, и поэтому ставили таблички, но это не везде, к сожалению, но мы стараемся, чтобы когда-нибудь там либо в Конституции, либо сделали закон за защиту животных, потому что пока еще этого нет. Если человек начнет там бить собаку, нету закона, чтобы что-то сделать против этого человека. Человек будет бить и бить. И это, к сожалению, так. А этих собачек подкармливают как-то, которые с этими табличками? Да, да. У них есть... Нет, подкармливают, и у них есть даже время сна, называется сиеста. Они в полдень, да, они в полдень спят, и это очень смешно. Все делают одно и то же одновременно. Правда ли, что на Кубе нельзя убивать собственных коров и выков, которые в хозяйстве? Да, все коровы на Кубе принадлежат государству. Даже если сам человек имеет корову, то есть, конечно, молоко будет для человека, но чтобы мясо получить, то есть, просто так убить и продавать мясо или оставить мясо себе, нельзя, потому что все это принадлежит государству. Это еще, так как у нас очень худые коровы, я не знаю, из-за климата, может быть, в последнее время не размножаются коровы, их очень мало на Кубе, и поэтому абсолютно все принадлежат государству. И только государство имеет право продавать говядину в магазинах, местным и ресторанах. Конечно, как и везде, налево, то есть, можно купить, есть там, например, люди, которые продают это нелегально, есть такие, и в плане, например, лобстера, креветки, морепродукты и так далее, тоже, так как очень мало, только государство имеет право продавать лобстер, ну, морепродукты, рыбу и так далее. То есть... А почему, а подожди, почему лобстеров-то мало? Вот я, кстати, да, тоже вопрос будет по морепродуктам, что на Кубе вот оно, море, океан, бери, пожалуйста, рыбачь. Вот мы, мы ездили на рыбалку и у нас, наловили нам просто гору этих лобстеров, но сами кубинцы отказываются их есть, мы их угощаем, садитесь с нами за стол, покушайте. А они, да нет, 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 мы не будем это есть. То есть, почему-то сами кубинцы как-то спокойно к морепродуктам относятся, не любят, почему? морепродукты, это не час кухни, кухня, у нас, кубинцы больше любят мясо, но у нас, могу сказать, что несмотря на то, что Куба остров, у нас очень мало рыб и очень мало морепродуктов. Во-первых, климат, то есть, постоянные ураганы на это влияют, что погибают там разные виды морепродуктов и так далее. Это раз. И два раньше, когда, то есть, коренные жители Кубы, аборигены, их называли таинус, то есть, их было разное, они, да, они занимались рыболовством и они в основном ели рыбу, морепродукты, фрукты. Но когда приехали испанцы, колонизировали там Америку, Кубу, при открытии Америки, они принесли с собой традиции испанские. И в основном испанская кухня это мясо, то есть, мясо свинины, говядина, курица. И так как мы четыре века были под влиянием Испании, конечно, наша традиционная кухня, несмотря на то, что это смесь и очень богатая, наша традиционная кухня в основном испанская, то есть, мясо, рис и так далее. Несмотря на то, что после революции на острове Гаити эмигрировали французы на Кубе. И они тоже снова как-то принесли с собой и есть рыбу и морепродукты, но все-таки кубинцы больше любят мясо. Как раз наше национальное блюдо это мясо свинины, просто сделано на гриле, и рис конгри. Конгри это просто белый рис, но он готовится все время вместе с фасолями черными. Это чисто африканский. У нас африканские рабы на Кубе, они ели черные фасоли и рис. Поэтому я говорю, наша кухня смесь. Африканская кухня, испанской, французской. У нас было очень-очень много эмигрантов из разных стран, даже китайцы. У нас было во время XIX века зарегистрировано на Кубе 29 тысяч китайцев. Да. Но у нас очень много смесей. В плане еды, в плане культуры, в плане музыки. Везде смеси. То есть, получается, правильно ли я поняла, все-таки морепродукты запрещены у вас в продаже официально? Да. И это связано с тем, что их мало, и, видимо, ваши власти стараются для туристов поставить. Для туристов больше, да. Но местные могут себе позволить пойти в ресторан и попробовать в ресторане лобсер. Потому что рестораны, частные бизнесы, им разрешено, то есть, они могут покупать лобсеры и так далее, морепродукты. Но просто обычные жители нельзя. Надо они легально купить. Меня так удивило, потому что я ела этих вкуснейших гигантских лобстеров. Мы ими объелись, мы уже даже их не могли есть. И просто за такие копейки, что даже вот в Таиланде, говорят, дешевые морепродукты, на Кубе это вышло еще дешевле и еще вкуснее. И поэтому ты меня, конечно, удивила в том плане, что... Вот, кстати, Алина присоединилась к нам. Алина, привет! Тоже была с нами на яхте тогда. Привет! Алина, ты представляешь, они лобстеров не едят. Вот. Давай дальше по вопросикам. Так, что у нас здесь с тобой? Правда ли, что кубинки как-то по-особенному празднуют 15-летие? Да, это у нас испанская традиция. В Испании уже не празднуются, насколько я знаю, но многие страны, например, в Путорио, в Доминикане, на Кубе, многие привет, многие празднуют, но больше кубинки. Это типа переход, как сказать, раньше была девочка, а сейчас уже девушка. уже да. Ой. И то есть это когда девочка может себе красить там волосы первый раз, ушибывать там брови, сделать макияж, то есть девушка уже стала ну как типа как женщина. Женщина. Да. И надевают очень красивое платье, как там на свадьбу или как принцессы, делают там фотосессию, хотя это очень дорого. Я сама делала, но я вообще все это не люблю, мама заставила, потому что это типа традиция, это раз в жизни, но это очень дорого, потому что обязательно там фотосессия должна, потом вечеринка, многие даже... Маленькая свадьба такая. Да. И многие даже танцуют вальс, вот этот танец. Подскажи, пожалуйста, какие уклады в семье кубинцев, кто главный? Ну, нас несмотря на то, что опять же предошло у нас от испанцев, патриархат, то есть типа папа главный, в семье могу сказать, что так как у нас очень сильные женщины, постоянно женщины, они типа следят за детьми, женщины очень сильные на Кубе, могу сказать, что во многих семьях они главные, потому что работают они, следят за детьми и могу сказать, всем привет. Да, то есть у вас сейчас женщины взяли бородцы правления в свои руки, получается, да? Да, женщины очень сильные на Кубе. даже в наше время, а раньше как бы были мужчины все-таки, да? Раньше, да, раньше можно сказать, что все-таки мужчины, и женщины немножко боялись там, что ну типа развод получить, там расстаться с мужчином, потому что это типа нехорошо смотрелось в обществе, но сейчас даже многие женщины растут там детей без мужчин, у нас очень многие мужчины лентяи, простите, все, что я так говорю, но у нас очень многие лентяи. А это, видимо, от африканцев у них черта такая, да, раз мы там все намешались, потому что в Африке женщина больше работает. Да, ну плюс тоже еще от испанцев, что, и это обычно, да, у меня многие говорят, что вот в Италии, в Испании, особенно в южных городах, где очень-очень-очень жарко, там все медленно, там все вот сеста, не хотят работать. Вот, например, у меня брат живет в Испании, он постоянно говорит, что когда вот эти там футбольные матчи и так далее, все, выходной день, потому что сейчас будет футбольный матч хороший, либо сейчас, не знаю, солнце будет красиво, все, выходной день, у них постоянные выходные дни, постоянные эти сесты, они очень-очень медленные, и, видимо, у нас немножко от них пошло. И в Африке, да, в какой-то степени женщины, у них, ну, типа принято, что женщина больше работала, чем мужчина. Не знаю, почему так, но... правда ли, что кубинцы никогда не напиваются? Несмотря на то, что ром и сигарки, это прямо ваш такой символ, но пьяного у вас кубинца, в принципе, на улице никогда не увидишь? Ну, они есть пьяные, но у нас кубинцы, как сказать, хорошо пьют, то есть есть культура, то есть алкоголическая культура, если так сказать, что кубинец, да, культура питья, то есть кубинец знает, как правильно пить в меру, и многие просто привыкли просто пить ром, особенно ром, кубинец очень много любит ром, чистый ром и пила. Но правда ли, что много? У меня вопрос, я делала пост и спрашивала, какие вопросы у вас к моей гости, вас спрашивали, правда ли, что кубинцы всегда пьют ром и курят сигары, то есть это прям норма для любого кубинца, и правда ли, еще вопрос был, что кубинец может в любой момент встать и начать танцевать? Да, 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 послушал там, особенно вот когда у нас, я не помню, если это было с тобой, когда мы гуляли и постоянно мы видели, мы встречали там мужики собираются, играют в доминос, бутылки рома, рядом, это у нас вопрос очень принято, прям на улице они играют, и не знаю, там, сделал хороший ход и сразу встал, танцевал, взял там стакан рома, то есть у нас принято такое веселье, поэтому многие, когда эмигрируют в других странах, для многих трудно, потому что скучают поэты, у нас просто так, человек танцует, у всех кубинцев принято открыть двери своего дома, когда встал, открыл двери, и все смотрят на твой дом, но это нормально, ты сидишь там, все смотрят на твой дом, там ты пьешь, все смотрят, играешь в домино, все смотрят, и ничего, и кубинцы очень любят танцевать. Такие социальные, никто ничего не стесняется, да? Да. Такой менталитет. Так, про веру на Кубе ты сказала, что есть интересная вера, такая, да, которая в основном все католики у вас, да, все поклоняются Деве Марии в основном. Да, это католицизм. Но есть и вот интересное. Да, у нас, несмотря на то, что католицизм это официальная религия Кубы, 30% примерно населения, они католики, но у нас есть еще религия Сантерия или религия Юрува. Это, ну, кубинская религия считается, потому что она была создана здесь, но африканского происхождения. Когда, ну, начали отправлять рабов из Африки сюда, на Кубу, все равно время 16-го и 17-го века, когда уничтожили почти всех аборигенов, африканцы не могли с собой взять какие-то религиозные вещи, не могли просто так, как они были рабы, не могли просто ничего брать с собой. И была такая племя, Юруба, они считались городскими жителями, то есть они больше работали дома у испанских хозяинов. И многие из этих африканцев Юруба, они ходили вместе с хозяинами в храмах католических, в храмах католических, и они начали сравнивать католические бога с африканцами. И, например, увидели там Деву Марию, и они начали сравнивать Деву Марию, например, с Чанго, или какую-то еще Деву с О'Чу, и так далее. То есть они сравнивали, поэтому многие в какой-то там сфере говорят, что это типа смесь между католицизмом и африканских религий. Поэтому, говорю, было создано на Кубе, и почти тоже, почти как и католицизм, здесь самая популярная считается тоже вот эта религия Сантерия. Они, когда входят в эту религию, полностью одеты в белом целый год. Они не могут купаться там на пляже, не могут оказаться под дождем, они берут голову и закрывают голову там платком или кепочку. И довольно это интересная религия, но не дешево, не дешево ступить туда, потому что надо сделать очень много ритуалов, приношения там разных животных. Я, если вам интересно, советую искать в Ютубе разные танцы и там праздники, которые они делают. В основном они танцуют румба, гуагуанко, вот эти танцы африканские. И довольно очень интересно. Патрица, а ты сразу же можешь отличить их в толпе, ты сразу же их видишь? Да, потому что у них есть специфические бусики и браслеты. И там так как человек не выбирает бога, африканского бога, а африканский бог. И еще одна Алинка присоединилась к нам тоже, кубинская наша компашка, привет! Привет! И там бог выбирает человека, африканский бог, и у каждого бога есть свой цвет, там красный, желтый, синий и так далее. И в зависимости от бога ты будешь носить браслетики, бусики того цвета. Поэтому очень быстро можно их отличить. Интересно, слушай, там вот один подписчик наш с тобой спрашивал, траву многие или кубинцы курят? Или все-таки сигары и сигарилы, зачем им эта трава? Большинство кубинцев в основном кубинцы больше любят сигары и сигареты, поэтому у нас очень многие болеют раком легких, потому что многие курят сигареты, сигары, сигары не такие вредные, могу так сказать. Но траву, у нас есть своя трава, не очень, не очень прям хорошая, но она есть. И сейчас все на молодежь, так как это не не очень дешево, в основном это богатенькие, как элита, так сказать, элита, они этим занимаются, но это все нелегально. Если распространят траву, посадят в тюрьму где-то 25 лет, а если просто употребляют, за употребление где-то 2 года посадят. Поэтому многие стараются, чтобы все это было под контролем, потому что это нелегально. Подскажи, пожалуйста, а вообще вот насколько сильно отличаются кубинские обычные сигареты от европейских? Кубинские сигареты они крепкие, даже самые легкие, они намного крепче, чем каких-то европейских. Плюс у нас еще нету вот этих слим, которые тоненькие, тоненькие, у нас таких нет, у нас все они толстые, крупные и крепкие. И у нас не бывали очень многие туристы, курящие, которые говорили, что сразу чувствуются, что сигареты хорошего качества. Типа, не как там в России или в других странах Европы, что типа одна химия, что у нас чувствуется, что это прям хорошее. Правда ли, что кубинцы, которым дают попробовать сигарету, даже не могут курить нашу российскую, кубинскую сигарету. Да, у меня бывали очень многие в России кубинские друзья, они покупали постоянно здесь на Кубе, потому что они могли просто курить в России сигареты. Потому что когда человек привык курить, ну они так говорят, типа хорошие сигареты, я не буду перейти там плохих. И у нас есть... Табак, он отличается, как ни крути, да, и у нас скорее всего это даже не табак, это какая-то пыль и химия. Ну, может быть, да. Скажи, пожалуйста, Патриция, как ты думаешь, какая главная отличительная особенность кубинцев от европейцев? Ну, смесь. В основном смесь. Во-первых, кубинцы очень... Ядерная. Кубинцы очень эмоциональные, очень яркие и открытые, общительные и внешности тоже. У нас... У меня бывали тоже в России друзья, которые думали, что на Кубе одни черные, например. И когда я им показывала вот здесь, они путешествовали здесь на Кубе, я им показывала даже белых, блондинки, то есть рыжие кубинцы, они все были в шоке. Я говорю, это смесь. Здесь на Кубе очень сложно сказать, типа, это чисто белый человек или это чисто черный, потому что у нас, так как была большая миграция испанцев, немножко осталось от аберигенов, африканцев, даже арабы, китайцы. У нас куча смесей, и это можно заметить на внешность людей и как люди проявляются. То есть кубинцы очень яркие, очень похоже на... говорят, что мы похожи на доминиканцы чем-то. А если странно с европейцами, что мы больше похожи, конечно, на испанцы и на итальянцы. Очень громкие, мы очень громко говорим и постоянно жестикулируем и довольно яркие. Как-то это главная черта. Это очень жизнерадостное, что вы улыбчивые такие, как вот не замороченные, несмотря на то, что, ну, как бы даже вот мы проезжали деревни, даже вот с достаточно низким уровнем жизни люди все-таки достаточно улыбчивые. Правда ли, что кубинские мужчины очень следят за своей внешностью и существуют даже процедуры там апелляции какого-то ухода за мужчинами специально? Да, у нас исторически кубинцы в целом очень следят за собой. То есть несмотря на то, что, например, денег мало, всегда обязательно кубинец должен хорошо пахнуть, например, иметь хорошие духи, хорошие там дезодорады и так далее, потому что если человек будет, типа, нехорошо пахнуть, сразу вот криво будет смотреть. А мужчины на кубе по сравнению с другими тоже очень следят за собой. Даже есть те, которые, например, несмотря на то, что чисто мужчины выщипывают немножко брови, красят там волосы, чтобы не было там седые волосы, постоянно ходят в спортзал, даже могу сказать, что немножко больше, чем женщины. Вот сейчас женщины стали, да, особенно молодые следить за собой, но уже в возрасте, там, 50 лет, 60 лет, мужчины выглядят намного лучше, чем женщины, то есть они больше следят за собой. Есть такое. О, чем женщины? Да. Так, Так, на Кубе очень много ретроавтомобилей. Объясни, пожалуйста, почему и будет ли что-то меняться с годами, будут ли уходить из обихода эти машины и появляться новые уже авто? Ретроавтомобили на Кубе, они все американские, то есть они начали появляться на Кубе в начале 12 века, то есть, ой, в начале 20 века, когда начался капитализм на Кубе, первый там Rolls-Royce, это было в 1925 году, первый Forte, они все вот эти ретро, они уже по улицам не ездят, конечно, те, которые по улицам ездят, качают туристов, это ну, Chevrolet или Buick, которые в основном в 50-х годах, и дело в том, что после революции в 59-м году в 61-м поставили вот эту блокаду, финансово-экономическую блокаду, мы не могли больше покупать машины в Америке, и те машины, которые были у нас на Кубе, вот эти американские, надо было их как-то ремонтировать, реставрировать, чтобы они еще ездили много лет, и у нас довольно очень хорошие мастера, поэтому очень вот эти старые-старые машины в 50-х годах и 40-х годах до сих пор ездят, но и, конечно, имеют неоригинальные запчасти, но даже есть те, которые имеют оригинальный двигатель до сих пор, и после этого надо было потом покупать машины в Советском Союзе, там Жигули, Москвичи и так далее, поэтому их тоже очень много, но я не думаю, что они с годами исчезнут, потому что кубинцы очень хитрые, они поняли, что можно зарабатывать на это деньги, потому что прогулка на ретроавтомобиле, так как Куба это единственная страна, где можно увидеть кучу ретроавтомобилей, просто на улице, и как музей, но под открытым небом, они поняли, что можно как ну, как от туристов за большие деньги, и поэтому я не думаю, что это исчезнет, тем более, что это час нашей изюменьки, Кубы. Ну да, да, это будет вообще очень жалко, потому что большинство туристов едут за этим колоритом, посмотреть такое назад в прошлое, вернуться. А правда ли, что есть практически все запчасти сейчас, и в принципе эти автомобили могут сохраниться действительно еще на долгие-долгие годы? Да, в Америке есть запчасти еще, особенно запчасти Chevrolet, и несмотря на то, что это недешево, но многие стараются там покупать, чтобы как-то сохранить автомобиль в хорошем состоянии, с оригинальными запчастями. Так, следующий вопросик у меня, лучшие плюсы на твой взгляд жизни на Кубе, на Кубе, и главные минусы? Ну, плюсы, конечно, что медицин, образование, все это бесплатно, транспорт, то есть как-то мы видим, что что-то делается для народа, и, например, чтобы получить хорошее образование, все могут, даже если человек бедный, он может как-то в жизни, если он будет учиться, если он реально будет умным человеком, он может как-то изменить свою жизнь в лучшую сторону, то есть здесь на Кубе все это можно увидеть. И, конечно, наш менталит, и наша яркость, и общительность кубинцев. Но минус, конечно, в плане экономики, что, несмотря на все это, мы как-то хотим иметь, как бы, самые главные вещи в жизни, хотя бы, не знаю, свой дом в нормальном состоянии, путешествовать куда-то, а на это не хватает денег, и поэтому я думаю, что самый главный минус это экономика, которая еще, как-то, наши экономисты говорят, что она еще в процессе, там, она будет еще меняться в будущем. Я не знаю, если на Кубе будет, мне многие спрашивают, у вас, как думаешь, будет капиталист в будущем, или будет все-таки социалист, или будет и то, и другое, я не знаю, но наш президент новый, который, он уже три года у нас, у него, короче, хорошие взгляды на это, не знаю, что он успеет сделать, но в плане экономики, да, он хочет, чтобы как-то Куба развивалась, но пока что очень трудно. Очень много, мы же с тобой обсуждали, что уже законопроект внесен по поводу бизнеса, например, что можно, бизнес официальный сейчас стал, и вообще, в принципе, для Советского Союза и не снилось выехать за границу, куда-то съездить, да, очень много вещей, то есть, допустим, здесь есть какие-то, и плюсы, бесплатная медицина, например, извини меня, сходить в пластическую операцию и ту же для женщины сделать, да и вообще, в принципе, высокого качества медицина, да, то есть, постепенно, мелкими шажками, и думаю, что здесь очень много еще тоже от человека зависит. Я тебе могу сказать, что в России тоже не всем сладко живется, очень много зависит от самого человека, ты умничка, у тебя хорошее образование, ты интересная личность, ты знаешь языки, и, в принципе, я помню, какая ты, какие у тебя амбиции, я думаю, что у тебя все получится, и с бизнесом, с туристическим на Кубе будет все в порядке, вот тут нам пишут подписчики наши, что действительно поражает то, что даже в России ретроавтомобили столько не увидишь, сколько там на Кубе, да, и в хорошем состоянии, вот. Был вопрос еще по поводу карантина, ребят, у меня прямые эфиры не связаны с негативом, у меня здесь прямые эфиры все нацелены на то, чтобы мы забыли обо всех проблемах и погрузились в культуру разных стран мира, мы участвовали онлайн на диване, вот так вот. Коротко, уже было сказано, что медицина на Кубе сильная и думаю, что Куба достаточно хорошо, да, справляется как раз вот с этой проблемой, ну так мы коротенько в двух словах с тобой. Да, ну у нас, слава богу, не так много человек там погибло, слава богу, и почти все, в основном это пожилые люди, ну, у которых есть уже какие-то болезни, много пьют, много курят, да, но при этом у нас, да, медицина сильная, несмотря на то, что нету до сих пор как-то, ну, лечения или медикамент или прививка против этого, у нас все равно где-то тысячи пятьсот, ну, большинство человек уже вылечились и довольно быстро, то есть, ну, да, самое главное, что тоже по новостям стараются просто позитив, внести, главное, чтобы люди остались дома, да, ходили с этим, штука, не знаю, как это по-русски, ну, как и везде, все понятно, ну, как и везде, как относятся к иммигрантам на Кубе, какие у них права и легко ли получить гражданство? К иммигрантам нормально, ну, хорошо относятся, но здесь на Кубе нельзя никак получить гражданство, то есть, иностранному человеку, иностранцы только могут получить вид на жительство, и на вид на жительство выдается все, что, как и для гражданина, например, бесплатная медицина, получить тоже бесплатное образование, талончики для продукты и так далее, но единственное, что он не может участвовать в процессе выборов, там, в политике страны, но все остальное выдается тоже, как и гражданину, может купить, ну, дом, дом, иметь свой бизнес на свое имя, как вид на житель, но, чтобы получить вид на жительство, не как в других странах, во многих странах кто-то покупает, ну, собственность и уже получает вид на жительство, а здесь не так, здесь надо получить вид на жительство из-за брака, то есть, выходя замужем или жениться на местного, и так только можно получить вид на жительство, а только потом что-то купить, наоборот, никак нельзя. Расскажи, пожалуйста, про денежки на Кубе, да, существуют там все валюты, получается, ого, какой петушок, две валюты, и по поводу карточек, вот я столкнулась с той бедой, что мне сказали, да вы что, Гавана, там цивилизация, расплатишься своей карточкой везде, и я бегала, как сумасшедшая, у меня ни один магазин эту карточку не принимает. Не, не, ой, петушок, не, здесь с карточками беда, здесь до сих пор надо наличными, потому что у нас еще это все не развивается, у нас вот эта двойная система валюты, пес и куки, то есть местный человек, кубинцы, они тоже могут использовать куки, то есть это миф, когда говорят, блин, петушок. Это живой, это реальный петух? Да, это петух, хотя я недалеко от центра, помнишь, площадь революции, это я рассказывала, что у меня парень недалеко живет оттуда, а я вот здесь, и несмотря на это, да, петуки, даже в центре можно увидеть петушок. И вот, да, это миф, потому что многие говорят, что типа куки это только для туристов, но так как зарплата кубинская, государственная зарплата в песо, поэтому многие так думают, но на самом деле куки тоже могут использовать и местные. И это дикая проблема, потому что в магазинах раньше можно было только куками расплатываться, а зарплата в песо, а когда ты меняешь, ты теряешь деньги. Поэтому многие жаловались, и сейчас можно и расплачиваться и куками, и песами, но хотели убрать куки, потому что это очень трудно и сложно, и влияет на экономику. Но говорят, что нельзя, потому что надо типа потихоньку убрать эти куки, хотя они мешают, но надо потихоньку их убрать. Сейчас мои последние экскурсии были места, где даже туристам нельзя было платить куками, надо было платить песами или евро, или долларами, потому что куки хотят убрать потихоньку. И я помню твой вопрос, что лучше для туристов это метр-евро, потому что на доллар есть налог, по-моему, ой, не помню, но есть налог, например, один доллар, это будет, если в куках привезти 87 центов примерно, то есть теряется немножко денег, а если евро, то получаешь еще больше куков, поэтому лучше... Ну, в общем, лучше с собой брать евро и карточки лучше с собой не брать. Да, правильно. Вот так вот мы, лучше с собой наличку и евро, не видишь, у меня тут любвеобильный тоже. У тебя там петух, у меня здесь горшок. Да, какой миленький. Да, мы тут здороваемся с тобой. Скажи, пожалуйста, как девочка, торговые центры и одежда вообще, как с этим на Кубе дела стоят? Потому что у нас, конечно, в советские годы все с этим было плохо. Ну, у нас есть торговые центры и с одеждой, но очень дорого, поэтому есть частные магазинчики, где продаются одежды, но это нету специальные какие-то права, чтобы иметь магазин, поэтому все-таки это... И не могу сказать, что это нелегально, но, опять же, это тоже нелегально, то есть это странно. То есть можно и нельзя иметь в то же время, но многие девушки... И можно и нельзя, да? Да, и можно и нельзя, то есть это вообще беда. Но многие девушки читают, покупают это все в частных магазинах, потому что государство в торговых центрах продает это очень дорого. Какую-то там простую вещь за, не знаю, футболку за 30 евро или что-то очень дорого. И вот эти частные магазинчики, они маленькие, многие из них, они привозят одежду из Испании, например, из Америки, например, поэтому, то есть не наша одежда, а привозная. Плюс еще, сейчас есть возможность покупать онлайн. Есть разные агентства, их не очень много, но, например, одно из агентств отменеет моему брату. Называется тушоп онлайн, и там, короче, человек заходит в интернет-магазин, может, там, Amazon, eBay или Алиэкспресс. Многие покупают через Алиэкспресс или Zara, или не знаю. И сохраняют ссылку на продукт и отправляют ссылку через WhatsApp, ну, агентству. И агентство там в Испании или в Америке там купает этот продукт и отправляют на Кубу. Там, зависит от продукта, стоит, например, 8 коков за полкило отправка. Получается, то есть человек сейчас может купить все, что захочет в интернет-магазине и все это отправить. Только это все долго? Это все пока дождешься? Ну, да, пока дождешься, да. Но есть возможности. Раньше не было таких возможностей. И я не знаю, потому что кубинцы очень любят хорошо одеваться, иметь хороший там. Даже если денег нет, надо иметь хорошие фирменные там обувь, найки, одессы, хорошие духи. И поэтому я не представляю, как было раньше, когда не было всего этого, потому что кубинцы любят хорошо одеваться. Но сейчас есть какие-то возможности другие. Интересно, слушай, вообще. Слушай, в отелях Кубы достаточно низкий уровень сервиса. Как ты думаешь, с чем это связано? Это все-таки менталитет такой кубинский? Это менталитет. Это менталитет? Да, потому что это везде. Например, опять же, в магазинах, в супермаркетах. Все на тебя там смотрят плохо, медленно-медленно работают. И я помню комментарий там, когда я была в супермаркет один раз. Кассирша там, я ей сказала, ну вы можете там побыстрее? Она такая, мне не платят за это. То есть, так как зарплаты очень-очень низкие, очень маленькие, им пофигу сделать это быстро, медленно. Все равно будет одна и та же зарплата. Поэтому не стараюсь во многих местах. И поэтому я думала, что это менталитет. И самое главное, я думаю, что это начать менять, ну, менталитет и голову. Потому что пока, то есть менталитет, пока это не изменится, я думаю, что, несмотря на то, что отели есть прям очень хорошие в Гаване, отели эти звездочные, несмотря на это и на качество отеля, если, ну, люди будут такие, конечно, плохо. Конечно, да, и люди будут выбирать Доминикану, где достаточно высокий уровень сервиса. Вот, Кубу, конечно, я советую туристам, наверное, сама турагент, в первую очередь тем, кто хочет посмотреть Кубу, страну. Те, кто хотят просто отдыхать в отеле, я им советую ехать в Доминикану, и это честно, потому что, конечно, уровень сервиса достаточно много отличается. То есть, вот как оно интересно, то есть, это не социализм, это не в этом проблема, это проблема в голове, да? Да, менталитет. Так интересно от тебя это услышать, как от Кубинки. Подскажи, пожалуйста, какими фактами ты гордишься, как Кубинка? То есть, что, может быть, история страны, может быть, твои какие-то черты характера, я не знаю, тот же самый менталитет, да, какие-то хорошие качества? Ну, я вообще люблю, очень люблю свою страну, несмотря на то, что есть какие-то запреты и какие-то там плохие вещи, но, несмотря на это, я очень люблю свою страну и стараюсь, когда экскурсии делаю, стараюсь это передать своим туристам, чтобы они как-то поняли Кубу, тоже полюбили немножко Кубу. И я горжусь, во-первых, то, что мы уже говорили, что у нас есть такая хорошая медицина, несмотря на то, что Куба бедная страна, у нас ничего нету, есть очень хорошие профессионалы и в медицине, в других сферах тоже. Кубинцы, и я вообще как кубинка горжусь, что здесь, благодаря образованию и так далее, кубинец вообще, вообще кубинец очень умный человек. То есть, кубинцами можно легко говорить обо всем, кубинец очень любит читать. Я как-то этим горжусь, везде, если, вот когда я была в России, и я говорила, что я кубинка, сразу мне там ребята говорили, ой, там Фиделька строит, там все знают, где Куба. Многие не знали там, где, например, Боливия, или где там Перу, или где там еще какая-то ландиамериканская страна, но я говорила о Кубе, все знали, где Куба, и история Кубы и так далее. И как-то немножко я горжусь этим. И насчет менталитета, так как я очень долгое время жила в России, у меня тоже от России немножко и осталось, и я горжусь, я благодарна маме и жизни, что я смогла там жить. И немножко с другой стороны увидеть свою страну, как-то, чтобы понять эту экономику и социализм. Интересно. Как ты думаешь, сильно ли изменится страна в ближайшие 10 лет? Я думаю, да. Потому что вот когда я переехала 4 года назад, она уже немножко была другая, и за это время, за эти 4 года она изменилась. Поэтому я думаю, что постепенно в лучшую сторону, конечно, она изменится. И постепенно уровень жизни в кубинстве станет лучше. Потому что реально вот раньше для обычного человека, вот в 90-х годах, в 80-х годах, иметь 100 евро, это, ой, что это, это очень много. А сейчас для обычного человека 100 евро, это, ну, 100 евро. То есть норм. Я и вижу, как страна меняется, но я говорю, опять же, самый главный менталитет. Несмотря на то, что если изменится экономика, станет, не знаю, в плане экономики лучше, если люди станут побогаче, если не изменить менталитет, и люди не хотят работать, то все равно. Ну, я думаю, самое главное, это менталитет людей. Менять себя внутри, да. Да, вот раньше, несмотря на то, что мне мама рассказывала, потому что я родилась в 98-м году, я не знаю, что произошло в 80-е, 70-е с менталитетом, но мама рассказывала, что несмотря на то, что люди были победнее, чем сейчас, люди были покультурнее. То есть, например, раньше кубинцы здоровались, привет, не мусор, или вот Гавана очень, очень грязный город. Я не знаю, если ты помнишь, но очень грязный город, и потому что у людей нету культуры, просто выбросить это в мусорки. Ну, выбрасывают там мусор, пофигу на все, орут постоянно. И она говорит, что это типа после распаса войского союза изменилось, когда немножко стало хуже в плане экономики. Это все проституция, наркоманы, и воровство, все это вышло в свет снова из-за того, что, из-за нехватка денег. Вот так вот интересно, да, то есть, не всегда, то есть, вот у нас, знаешь, есть тоже такая черта, да, это все правительство, это все власть, это все государство. А получается, что вот так интересно тебя, человека, да, слышать, который говорит, да, в первую очередь голову свою меняйте, меняйте себя в первую очередь, да, как бы там государство, все понятно. Так, еще один вопросик у меня, досуг молодых кубинцев, ты у нас студентка, расскажи, как вы проводите время, ходите в кино, ходите на дискотеки, в кафе, как вообще это происходит? Ну, да, это зависит тоже от молодежи, но в основном у нас студенты очень любят вечеринки, у нас есть куча баров, куча дискотек, вечеринки, которые сами студенты делают в каких-то специфических барах и дискотеках, либо просто сходить в ночной клуб. Плюс еще у нас есть те, которые любят вечеринки, но тоже любят, у нас очень много фестивалей, куча фестивалей. У нас в декабре празднуется, наверное, американский фестиваль кино, очень интересно, даже я очень люблю этот фестиваль. В феврале празднуется международный фестиваль книг, приезжают очень многие страны со своими книгами интересные. И я вот говорила, что кубинцы очень любят читать, я думаю, что это из-за нехватки интернета до сих пор люди любят читать, но это плюс. У нас есть куча ярмарки, выставки, картинные галереи, фотогалереи, музеи, и кубинцы все это любят. То есть и когда у нас лето, вот сейчас в июле, в августе, кубинцы стараются вот как раз, то есть студенты и молодежь, как раз делать все, все, что возможно. У нас, конечно, за нехватка денег бывают проблемы в этом плане, но все, что связано, например, с культурой и со спортом, сходить там в стадион, в концерт или в балет, это очень-очень-очень дешево, и в кино тоже. Я помню, вам рассказывала, что в наш великий театр Алиси Алонсо, это как в Москве, например, большой театр, или это самый главный театр у нас на Кубе, там вход в балет, самый дорогой билет стоит 30 кубинских песок. В Куках это примерно один кук с копейками, ну, одно евро, самый дорогой билет в балет. Это вообще красота, любой может сходить, по сути, да? Любой, то есть неважно, там, богатый, небогатый, каждый, кто хочет, может себе позволить пойти там в театр, в оперу, в балет, в кино. Но кино очень тоже дешевое, стоит примерно, ну, с одним куком можно купить где-то 10 билетов с одним евро. О чем мечтают молодые кубинцы? Тоже по-разному, но многие получают здесь образование, и, конечно, многие мечтают уехать за границу, особенно, там, в Испанию, либо в Америку, чтобы как-то в будущем, как и я, открыть бизнес. Ну, потому что у многих есть планы, чтобы иметь что-то на Кубе, потому что довольно прибыльно. Ты же, у тебя же в планах остаться в Гаване, ты же бизнес хочешь в Гаване делать? Да, ну, чтобы открыть бизнес как-то, я хочу еще, ну, у меня были планы там ехать в Россию или в Германию тоже, чтобы получить магистратуру. И потом потихоньку где-то еще поработать и как-то открыть бизнес. Здесь, я думаю, что довольно прибыльно, так как это было как в вашем Советском Союзе. Кто успеет открыть сейчас что-то, тот, да, хорошо получится, потому что, ну, посмотрим. Но у молодежи есть хорошие идеи, очень креативные идеи, но, как и везде, нужен капитал. Конечно, ну, это везде, да, для бизнеса. Небольшой блиц у меня для тебя по традиции, я тебе задаю коротенький вопросик, ты на него коротко отвечаешь. США или Россия? Ну, я никогда не была в США, поэтому я скажу Россия, тем более, что мне там очень понравилось. Я очень привыкла вообще общаться с русскими. У меня тоже были речи с некоторыми американцами, и не знаю по менталитету, не знаю ваши другие. И не знаю, не мое, они немножко другие. Окей, русские или американцы, значит, тоже, да, ты ответила на этот вопрос? Все-таки русские. Я ближе. Да. Свой бизнес или престижная работа по найму? Это по-разному. Например, если работать госслужащим, есть, конечно, зарплата поменьше, но есть плюс в том, что государство в какой-то момент может дать тебе дом. Многие получают на работе машину за счет государства. Получают там во многих работах пакет там с едой каждый месяц, пакет с там шампунем и так далее. То есть не на что тратить денег, хотя зарплата маленькая, но все-таки деньги остались. Плюс еще дают, вот, например, когда я работала в Министерстве внутренней торговли, они мне давали каждые два месяца такие талончики, чтобы купить одежду, буквально за копейки, хорошая одежда. То есть я была в шоке, я думаю, ой, ну есть такие плюсики, если работать в госслужащем. Но опять же, все-таки я предпочитаю иметь свой бизнес, потому что я всегда говорила, что лучше иметь что-то свое. Ну, мне так больше нравится. Я бы так хотела. Семья или работа? Ну, пока что работа. Сигары или сигареты? По-разному. Это зависит от момента. Скажи сигарилы. Ну, да, сигарилы. Ну, сигары не все поймут. Вот здесь на клубе очень многие женщины курят сигары, но с ликером из какао или ликер из кофе, чтобы все-таки было вкуснее, потому что сигары, они очень крепкие. Даже самые легкие сигары здесь я их пробовала, Ромео и Джульетта. Они, ну, не все поймут. Надо их пробовать. Не все, не все, потому что я как раз Ромео и Джульетта, мы купили с тобой вот в том магазине, я привезла здесь своим курильщикам, и девочки пробовали, и такие, что это вообще? То есть, ну, это непонятно, да, конечно, мы не привыкшие к такому. Скажи, пожалуйста, сходить на танцы или в кино выберешь? На танцы, на танцы. Ну, как настоящая кубинка. Патриция, спасибо тебе огромное за этот прямой эфир. Столько заморочек, да, сходила, купила карточку какую-то специальную для Wi-Fi, потратила свое время, да, свои ресурсы для того, чтобы рассказать нам так весело, здорово про Кубу. Мы тебе очень благодарны все. Я все-таки постараюсь как-то сохранить это все, но сейчас соберу там какие-то технические. Вот еще задают, мохито или пинаколадо тебе вопрос? Ну, мохито, мохито. Мохито. Скажи, пожалуйста, а у тебя из окна, ты говоришь, что сейчас в центре находишься, ничего не видно из Гаваны там, чтобы нам показать? Нет, там просто здание. Там просто петух кричит, да? Петухи, кошки и здание. Да. Патриция, я тебе желаю успешного окончания твоей учебы. Я тебе желаю, чтобы Вселенная тебе помогла найти стартовый капитал для твоего дела, для твоего бизнеса. Ты будешь прекрасным гидом, ты прекрасный солнечный человек. Спасибо. Я думаю, что получится. Вот. Спасибо. Поэтому желаю тебе всех благ. И, конечно же, буду отправлять своих туристов к тебе на Кубу и буду давать ссылочки на вашего вида. Спасибо, дорогая. Пока-пока. Пока. Было очень классно. Пока. Пока.